Он мечтает о Нобелевской премии в сфере литературы, но пока радуется малым, но очень важным победам. Два сборника стихов, члена Союза писателей России, поэта Владимира Бучкова, получили гран-при международного конкурса. Это книги «Небесная флейта» и «Косточка мира». Обе вышли в свет совсем недавно. На 12-й международный конкурс имени Юрия Рудхео Владимир Павлович попал случайно. Я как-то случайно попал на этот конкурс. Случайно. Я познакомился с очень хорошим человеком, замечательным поэтом Чукотский Андрей Носков. Это прекрасный поэт. И он пошел в моей серии и сказал, Владимир, почему ты не участвовал в нашем конкурсе? У меня мысли такого не было. Поучаствуй. Давай попробуем. Я послал стихи и все. Латинское зречение «Любовь и разум. Основы жизни» – главный посыл всех работ писателя. Как и любой другой творец в своих стихах и романах, он не всегда уверен, всегда есть что дополнить, что не успел сказать. Но сборниками «Косточка мира» и «Небесная флейта» поэт гордится. Особенно, когда его работы заметили на международном уровне. Первым делом я не поверил своим глазам. Но да, я пошел до гран-при. Это совместная победа. Очень престижный конкурс и такой хороший конкурс. Достойный. Сейчас Владимир Павлович с коллегами из «Орбиспиктус» работают над проектом «Ими символ 33» при поддержке фонда президентских грантов. Команда уже сняла эпизод про Владимира Зворыкина, работает над фильмом о Юрии Левитане, параллельно трудится над сценарием третьей серии об Александре Григорьевиче Столетове. И, конечно, Владимир Пучков не забывает о поэзии. Впереди новый сборник. Евгения Полагина, Александр Горшков, губерния 33. Выражаем благодарность парк-отелю «Вознесенская Слобода» в проведении съемок.